Глядя на танкер со стороны, сначала не верится, что русло реки Самара может вместить в себя такое массивное судно. Все рассчитано до мелочей успокаивают проектировщики. Святой князь Владимир способен передвигаться как по рекам, так и по Каспию, Черному и Средиземному морям. В любое направление по рекам, по морю, значит, любое по морю. У него четкие есть районы плавания, поэтому куда захочет заказчик, туда, скажем, и поплывет. Это современное судно, разработанное МИБом, Морское инженерное бюро. То есть судно, удовлетворяющее всем современнейшим требованиям по безопасности мореплавания и выхождения по рекам. Танкер «Святой князь Владимир» – первое судно проекта РСТ-11, его стоимость примерно 600 миллионов рублей. Танкер полностью собран в Самаре. Его вес порядка 2000 тонн при длине почти 132 метра. Примечательно то, что двигатель способен неделю работать без дозаправки и при этом доставить почти 7000 тонн нефти или нефтепродуктов до места назначения. Тем самым мы сделаем наши предприятия Самарской области еще более конкурентоспособными. Ведь на таком судне могут возиться грузы по всей России и в том числе страны ближнего зарубежья. На сегодня Самарская область занимает первое место в ПФО и третье по России по объему перевозок водным транспортам. Ежегодно общий грузооборот речных портов составляет более 10 миллионов тонн. Появление в Волжской акватории нового современного судна станет мощным импульсом для развития речных перевозок и судостроения в нашем регионе. Спуск танкера «Святой князь Владимир» – это первая ласточка нового этапа в развитии Самарского речного флота. На торжественной церемонии спуска на воду танкера самарские судостроители получили почетные грамоты от губернатора. Слова благодарности прозвучали и от городских властей. Известно, что Куйбышский район и жители Куйбышского района – это в основном речники и судоводители. Поэтому еще раз поздравляем вас с этим знакомым событием. Желаем семь футов под килем и новых побед. Новое судно осветили священнослужители и подарили владельцам икону святого князя Владимира, в честь которого и назван новый танкер. По традиции, а борт корабля разбили бутылку шампанского. Гарантированный срок эксплуатации танкера – 25 лет. В ближайшее время уже на воде будут произведены работы по укладке кабеля, труб и обшивке внутренних помещений. Примерно через 8 месяцев святой князь Владимир отправится в свой первый рейс. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.